Мои хорошие, сегодня как раз я хочу поговорить о воображении, как оно нам важно, и как это прекрасно, что оно у нас вообще есть, и насколько это ответственно. Вы знаете, Павел к Коринфлянам, обращаясь, 2 Коринфлян 12, 3-4, однажды сказал, «Знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или не в теле, Бог знает, что он был восхищен в рай, и слышал неизлеченные слова, которых человеку нельзя пересказать». Вы знаете, иногда даже вот хочется что-то передать, с чем ты столкнулся с духовным или видел что-то духовное. И не имеешь такой возможности. Как говорит Павел, не может пересказать. Почему? Почему невозможно пересказать? Не запрещено. Ты бы хотел, потому что ты не хочешь, но ты не можешь. Почему? Потому что для того, чтобы пересказать то, что ты никогда не видел, нужно иметь, по крайней мере, ту память, чтобы что-то описать. А оно не поддается описанию, потому что нет духовной памяти небес. И ты сталкиваешься с тем, что ты не знаешь, как это описать. Ты даже не знаешь, как для себя самого это обозначить. Как для себя самого дать это определение, что ты видел или слышал. Поэтому очень понятны слова Павла, когда он говорит, но как написано, не видел того глаз и не слышал того уха, и не приходит то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Как придет на сердце то, чего вы не знаете. Как придет на сердце то, чего вы никогда не слышали. Конечно, в этом месте говорится об Иисусе Христе, но и о небесах также. Действительно, Бог приготовил нам небеса, и мы в своем воображении, каждый из нас имеет представление о небе. Правда? И оно бывает разное. Некоторые даже на своем воображении даже видят видение, описывают небо. Кто-то видит, дома кто-то видит, там дворцы видят, улицы видят. Раньше еще люди видели качели красивые с цветочками и качаются на них. В общем, у кого какое воображение. Но я верю, что даже на ум не приходило. Мы никогда не слышали и никогда не видели, что приготовил Бог нам. И это хорошие примеры, даже когда углубляемся, рассматривая под микроскопом нашу клеточку. Даже просто клеточка нас шокирует. Одна клеточка, как огромный завод. Как может прийти нам на ум, то, что Бог совершил на небесах и для нас приготовил? Вы знаете, что мы всегда представляем то, что у нас есть в опыте, на основании нашего опыта. И воображение наше, оно работает на основании нашего опыта. А опыт — это знание, полученное на протяжении нашей жизни. Мы изучаем эту жизнь. И изучаем окружающую среду, и все откладываем в нашей памяти. И чего нет в памяти, воображение не может представить. Оно не может нарисовать картину, понимаете? Поэтому Иисус очень интересно сказал к народу, когда Он обращался. Он отлично понимал, что мы не видели небеса. Даже некоторые не могли бы поверить, потому что не могли бы представить, как возможно, чтобы Иисус был Сын Бога. Не могли бы поверить, потому что воображение не сыграло. Не могли бы поверить вот в это, что есть кровь и тело, как в образе. И когда Он сказал, кто будет скушать тело Мое, пить кровь Мою, они, фарисеи, сказали, да Боже, кто может это слушать? Ушли, оставили ученики, 70 учеников оставили Иисуса. А почему? Потому что воображение было физическое. Кушать тело, пить кровь. Потому что всего недавно они были, как языческие народы, поклонялись Валааму. И там эти ритуалы присутствовали. Поэтому у них в памяти было вот такое. Как это можно слушать? Куда Он нас ведет? Иисус интересно сказал Иоанна 3, 12, 13. И Иисус сказал вам о земном, и вы не верите. Как поверите, если буду говорить вам о небесном? И объясняет. Никто не восходил на небо, как только сошедший с неба Сын Человеческий, сущий на небесах. Почему Он это сказал? Никто не восходил. Почему Он привел этот пример? Потому что никто не может вообразить то, что имеется в виду. Никто не имеет такого опыта. Как я буду говорить вам о небесном? У вас нет такого опыта, вы не поймете, вы не сможете даже представить. Вы понимаете, что вы должны сейчас услышать, что даже для веры, для того, чтобы просто поверить, человек употребляет что? Воображение. Наше воображение помогает нам верить. Если в нашем воображении это невозможно, мы не можем верить. У некоторых воображение очень хорошо развито. У некоторых очень узкое воображение. Им очень трудно поверить. Кто-то легче верит. Даже в духовные вещи просто верит, воображение более расширенное. И так мы с вами видим, что через воображение даже вера действует. И что человек не может вообразить, он не верит. Поэтому Бог с нами общается через воображение. Мы через все Писание видим, что Бог с нами общается через воображение. Пример Авраама, Исаака, Иосифа. И другие есть примеры, но все не перечту. И там употребляет Господь человеческое воображение для того, чтобы вера у них укрепилась. Это очень интересно, как Бог с нами общается. И вы знаете, что даже Господа, даже Иисуса, каждый воспринимает по-разному. Почему? На фоне своего воображения. Каждый рисует Господа по-своему. Даже очень хороший пример в Израиле есть такой храм, где много картин, икон Иисуса Христа, и они все разные. Мария, там и японка с японцем, и китайка с китайцем. Кто как воображает, кто как воспринимает. Иисуса Христа, и японцем, и японцем, и японцем, и японцем, и японцем, Итак, Господь, понимая все это, использует наше воображение для общения с нами. Вот, к примеру, даже Авраама, когда Бог хотел Аврааму в нем веру укрепить, он подвел его и показал звезды и попросил посчитай их. Ну, как посчитаешь звезды? Авраам посмотрел на небо, а вы знаете, в Израиле очень красивое небо. Оно очень низкое, близкое, и звездочки такие ясные. И при всем при этом сосчитать звезды было невозможно. Я вам прочитаю чуть-чуть, Бытие 15, 5-6. Бог вывел его вон и сказал, посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему, столько будет у тебя потомков. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Не просто Бог пришел к нему и сказал, у тебя будет много детей. Вы знаете, как нам важно увидеть. Как важно. Бог это знает, что когда он будет смотреть на звезды, он всегда будет вспоминать, нет, вот столько, сколько звезд у меня будет детей. Воображение работает, понимаете? Каждый раз, когда будет подступать сомнение, он будет смотреть на звезды и помнить, в его воображении, вот столько будет детей, сколько я видел звезд. Вы знаете, однажды Бог говорил к нам сюда проповедь о его воинстве небесном, если вы ее помните. И он сравнил воинство свое со звездами, сколько звезд, такое у него великое воинство. И я вам говорила, когда вы будете смущаться от чего-либо, смотрите на небо, на звезды, правда здесь не очень хорошее небо, но все-таки. Это столько, такое воинство за нас. Такое воинство сражается за нас. Можем ли мы чего-то бояться, когда говорится Бог за нас, вот образно посмотрите, сколько звезд. Это все воинство стоит, чтобы сражаться за нас. Тогда кто против нас? Итак, воображение для нас очень важно. Наше воображение, оно рисует картины сказанного нам. И то, что мы видим в своем воображении, для нас оно становится реальным. оно становится внутри нас существующим. Понимаете, картина, которую мы внутри увидели, она уже существует для нас. Поэтому очень важно увидеть. Верующий тем отличается, что он видит невидимое. и то, что мы увидели, как Бог сказал, к примеру, о нашей церкви, я вижу, я не знаю, как вы, я вижу, я вижу, как сюда приходит народ, я вижу, как здесь получают освобождение, исцеление, я вижу, как народа будет столько, что не смогут войти, я все это вижу в своих глазах. то есть все, что было сказано, я в своем воображении вижу, картины у меня. Поэтому я верю, я не могу не верить, я это все вижу. Посмотрите, как Господь опять-таки обратился к Авраму, чтобы Аврам утвердился, что это земля его, обитованная. Он опять хотел, чтобы Аврам имел это в своем воображении. Поэтому он его поднял, привел и показал, я хочу вам прочитать. Бытие 13, 14, 17. Наш Бог не голословен даже. И сказал Господь Авраму после того, как Лот отделился от него. Возведи очи твои и с места, на котором ты теперь посмотри к северу и к югу, к востоку, к западу. Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомство твоему навеки. и сделаю потомство твое как песок земной. Если кто может сочетать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Встань, пройди по земле сей, в долготу и в широту ее, ибо я тебе дам ее. Я хочу вам сказать, все, что Бог говорит каждому из нас или в общем к нашей церкви, вы должны воспроизводить вашим воображением. Тогда оно становится реальностью для нас, становится реальностью для вас. То, что вы в своем воображении воспроизвели. Оно уже стало. Понимаете? Оно уже стало в силе нашего воображения, в силе нашей веры. Вот почему все возможно верующим. Верующий это тот, который видит внутри себя это все. Если ты не видишь, трудно сказать, что ты веришь. Почему ты веришь? Может быть, вы не задумывались, но если вы верите, вы видите. Просто задумайте, загляните в себя. Верующий тот, кто уже видит совершенным еще только сказанное. Запомните это. Вот это верующий, который видит совершенным только сказанное еще. Даже то, что Богом было воплощено и стало быть, вначале было у Него, в Нем, в недрах Его. Его воображение у Него все это уже совершилось от начала до конца. Поэтому оно потом просто материализовалось. Вот я прочитаю вам Ефесянам 1, 3, 4. Говорится благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. В небесах Он уже нас благословил всяким духовным благословением. Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира. Уже все там полная картина. Чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Полная картина. Все, что Бог видел, Он воплотил. Оно воплощается, потому что уже реальность. Существует уже такая реальность. Вы знаете, что область воображения это духовная реальность. Я хочу, чтобы вы это запомнили. Это не просто так. Область воображения духовная реальность. И все, что там рождается, как образы, становится быть, постепенно воплощается. Вот почему надо быть осторожными с вашим воображением. Это целый мир воображения. Будьте осторожны. Что вы воображаете? Что внутри вас, какие картины? Что вы рисуете внутри себя? Можно рисовать плохие картины? Они тоже воплотятся. Поэтому мы говорим, нельзя иметь негативные мысли. Да? Нельзя иметь негативное воображение. Не рисуйте о своей судьбе, о своей жизни плохих картин. рисуйте позитивные картины. Иисус объясняет духовный закон Божий. И вы знаете, в этом как раз проявляется то, что воображение это реальность. Бог даже судит наше воображение. Вы понимаете, Бог судит наше воображение. когда Иисус сказал Матфея 5.28 А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. О чем это говорит? Это говорит о воображении. Ты уже вообразил и воображение произвел. это духовная реальность. Поэтому Бог будет судим за эту реальность. Что у вас там в воображении? Ну, я же только воображаю. Я же не сделал ничего. Духовная реальность. И Бог общается с нами в этом мире, в мире духовной реальности. в мире воображения. Поэтому говорится, что если ненавидишь, ты уже убил. Потому что ты в воображении все это сделал. Бог говорит с нами и через сновидение, и через видение, через образы. Поэтому эти сновидения в нас уже как в воображении стоят. и затем воплощаются. Следующее мы говорим про Якова. Поговорим. Я хочу прочитать про Якова. Бытие 28, 12, 15. Когда он прилег спать, если помните, он получил благословение и убежал из дома, да? И увидел во сне. Вот лестница стоит на земле, а вверх ее касается неба. И вот ангелы Божьи восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит, Я Господь Бог Авраама, Отца Твоего, и Бог Исаака. Земля, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомство твоему. И будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе, и в семени твоем, все племена земные. И вот я с тобою и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь. И возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе. Вы знаете, всю свою жизнь Яков помнил это видение. Он в своем воображении всю свою жизнь видел эту лестницу. Видел Господа, который сказал ему, как песок будет твое потомство. И когда он видел песок, он вспоминал, как песок будет, вот эта земля будет моя. Это укрепляло его веру. Очень важно вот это воображение, очень важно, и Бог говорит на языке воображения. А как разбогател Яков, вы все знаете, тоже Бог показал ему через сновидение, и Яков просто стал исполнять то, что видел в сновидении. Он не сам по себе просто придумал палочки класть с нарезами. Сами прутья по себе ничего не значили, ничего не стоят. Работала вера. На чем она работала? На воображении. Он видел и воплотил. Понимаете? И это воплощение принесло прибыль, потому что он видел. Он сам об этом говорит. Как он говорит, однажды, в такое время, когда Скотт зачинал, я взглянул и увидел во сне. Увидел во сне, как надо сделать. И во сне ему ангел Божий сказал, Яков, я сказал, вот я. Он сказал, возведи очи твои и посмотри. Ну просто бы сказал, если это не важно воображение. Но ангел сказал, возведи очи, обрати внимание другими словами. На коз, на овец. их сказал ему, что сделать. И в его воображении было вот эти палочки и пятнистые козочки. Как важно нам уметь видеть. Иосиф, мы знаем с вами, видел сны. И эти сны он не забыл. Он этими снами, вот это и была его вера, она основывалась на этом, что он видел, на воображении. Он представлял, что это должно произойти однажды. Он сидел в тюрьме, он был продан. Но он никогда не забыл то, что видел. И он представлял, что однажды он встретится и с братьями, и с родителями. Не знает, как, но они придут и поклонятся, потому что он это видел, воображении своем он это видел. И так и произошло. И он вспомнил про это сновидение, когда они пришли и поклонились. Наша вера, она основывается на воображении. Понимаете, что мы можем вообразить, настолько мы верим. Поэтому расширяйте возможности Бога внутри вас, воображение вашем, расширяйте. Когда у нас очень узкое воображение о Боге, о Его возможностях, мы Ему не даем развернуться. Однажды мне Бог тоже сказал о том, что я Бога сократила, укротила Его возможности. Он сказал, смотри шире, что Он может сделать. То есть как смотреть. Своем воображении я должна увидеть гораздо больше, чем я вижу сегодня. Его возможности гораздо больше. Очень важно нам видеть. И вы знаете, к Еремии Бог тоже один раз сказал, именно воспользовавшись воображением, чтобы Еремия увидел через воображение. 33, 19, 22. И было слово Господне к Еремии. Так говорит Господь, если можете разрушить завет Мой о дне и завет Мой о ночи, чтобы день и ночь не приходили в свое время, то может быть разрушен и завет Мой с рабом моим Давидом. так что не будет у Него Сына Царствующего на престоле Его. И с левитами, священниками, служителями моими. И дальше говорит, как неисчислимо небесное воинство и неизмерим песок морской, так размножу племя Давида, раба моего и лебитов, служащих мне. Вот как важно. Увидел день и сменяется ночью, и у вас есть уверенность, что завтра опять придет день, и опять сменится ночью, и потом снова день. Вот так же уверенность в Боге. Опять воображение меняется, вот такой у нас Бог верный. Опять Господь ему дал воображение, через воображение укрепил его веру и через песок так же, чтобы не сомневался, потому что было сомнение, видел народ в плохом состоянии. Поэтому мы должны воплощать Слово, которое мы услышали от Бога, в нашем сначала воображении. И все обетования Божьи должны видеть мы уже как совершенные, исполненные в своем мире воображением. И не допускайте туда сомнения. Туда не допускайте ваше воображение, потому что сомнение может разрушать ваше воображение. И таким образом вы теряете веру. Но также мы должны быть и святы в нашем воображении. я вам немножко пример сказала, что Бог будет судить воображение. Поэтому в своем воображении будьте святы. Не позволяйте своему воображению опачкать вас. Не представляйте плохого. Пусть ваше воображение будет свято, будет чисто. помни всегда, что Бог судит намерения и помышления. А намерения и помышления мы всегда видим в себе. Мы всегда видим. Вы знаете, все наши мысли мы видим. У нас всегда работает воображение. Поэтому будьте осторожны в этом. Еще о чем хочу сказать, это поговорить о том, что мы называем фантастикой. фантасты пишут рассказы. И мы можем сказать, как же на основании чего они их пишут, если все должно быть основано на опыте. Дело в том, что они тоже видят. Они описывают то, что видят. То есть на опыте пишут. Поэтому любая фантастика, она со временем приходит в реальность. Поздравляю! Все, что раньше считалось фантастикой, отчасти уже здесь. Так что иногда читая фантастику, вы читаете будущее. К сожалению, иногда то, что готовит дьявол. Некоторые Библию читают как фантастика, потому что им не открыт духовный мир. Фантастика это открытый духовный мир. И я вам скажу, что многие чудеса Божьи кажутся сфера фантастики. Нет, это реальность. И последнее время Бог будет реализовать многие вещи, которые кажутся фантастичными. Но так как мы верующие, мы должны уметь видеть то, что не физическими глазами видно, зная, что наш Бог всемогущий. Имейте в своем воображении представление всемогущего Бога. Вы знаете, когда-то, когда меня в КГБ вызывали, и там начальствующий сказал мне, я знаю, вы мистическая женщина. Почему он так сказал? Потому что то, во что я верила, и как я верила, как жила, для него все это было мистика. Но это реальность. Бог это реальность. Все, что духовно, это реальность, просто другая реальность. Вот живите в этой реальность. Пусть плоть живет в физической реальности, а Дух ваш в Божьем мире. Мне бы очень хотелось, чтобы это поняли. Иисус говорил о небесах на нашем уровне, понимая, что мы можем воображать только то, что мы видели, понимаем. Поэтому говорил притчами. И вот когда он сказал Лука 19, 17, 19, про рабов, помните, он говорит, хороший, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов. Когда пришел второй, и сказал, господин, мина твоя принесла 5 мин. он сказал, и ты будешь над 5 городами. О чем говорил Иисус? Он говорил о том, чтобы мы могли немножечко расширять свое воображение о небесах. Когда он сказал, в доме отца моего обителей много. Что такое обитель? Обитель это обитающий, имеющий место обитателей. То есть на небесах много мест, где есть обитаемых. Он дает намеки на нашем языке. А насколько работает наше воображение, мы можем представить небеса. Знаете, даже если мы сейчас посмотрим на наш технический прогресс. Если те, которые жили в Ветхом Завете, вдруг смогли бы увидеть, хотя бы наш телефон, то, что у нас сегодня в обиходе, смогли бы они это описать. Они не смогли бы описать. У них нет это никаким образом в представлении, в памяти. Понимаете, они не могли бы. Точно так же Иоанн с трудом пытался описать то, что он видел о будущем. И волосы как у женщины, хвост как у скорпиона, так, как он мог видеть. Понимаете, то, что мы не видим, то, что у нас нет в опыте, мы описываем на нашем языке. Поэтому, если Господь покажет нам небесное, как сказал Павел, неизреченные слова, которые человеку нельзя пересказать. Нету таких слов, как некоторые говорят, там такие цвета, которые я не знаю, как они здесь называются. Там великолепие Божье. Великолепие. Здесь только Его образ. Земля это образ. И все, что есть на земле образ. Там действительно великолепно. И все-таки я хочу призвать вас к тому, чтобы вы могли в своем воображении представлять обетование Божье. Пусть они в вас живут, пусть они в вас развиваются, пусть они в вас воплощаются и становятся для вас реальностью. И всегда следите за своим воображением. Не надо туда впускать негатив. Никогда в своем воображении не представляете картин, разрушающих вашу судьбу. Ваше здоровье ни в коем случае. Категорически вам просто запрещают. всегда мыслите позитивно, потому что Бог вам этого желает. Это Божья воля, чтобы вы были здоровы, живы, жили хорошо. А если какие-то мелкие страдания временные, это тоже время. И это пройдем, если надо. Но пусть ваше воображение всегда будет заполнено Божьей реальностью. Будьте благословены, мои дорогие. Божьи. Божьи. Божьи.